Всем привет, с вами Берсик, и в этом видео я покажу вам подарки, которые мне подарили на день рождения. Я снимаю это видео, несмотря на свой голос, и этот голос самый лучший показатель того, как круто я отпраздновала свой день рождения. Если вы подписаны на меня в инстаграме, то вы наверняка видели сториз с этой вечеринки. Если вы этого не видели, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы впоследствии не пропускать такие крутые мероприятия, потому что мне кажется, что эти сториз передали атмосферу, как было действительно весело, ярко. Мой день рождения проходил в стиле 90-х, все мои гости пришли также разодетые в стиле 90-х, было много атрибутов праздника, игрушек, сладостей и прочего из моего детства, и поэтому праздник получился очень-очень особенным. Я могу говорить о том, как было круто очень долго, но все-таки это видео будет посвящено подаркам, поэтому я буду к ним переходить потихоньку. Господи, как жутко звучит голос, я даже не представляю себе, как это будет звучать в видео, но я надеюсь, что терпимо. Начну я, пожалуй, с цветов, которые стоят у меня на фоне, это пионы, пионы зимой, это очень здорово, потому что сейчас не сезон, но я безумно люблю эти цветы, и Руслан мне сделал такой сюрприз, свой день рождения 20 декабря, я проснулась, вышла из комнаты и увидела эти цветы, и рядом лежал листочек сюрприз, и, собственно, они у меня до сих пор стоят, на самом деле уже чуть-чуть вянут, но мне очень-очень жалко их выбрасывать. Ну а шарик-сердечко, это уже с моего праздника, у меня там было очень много красивых шаров, но их было настолько много, что я не смогла их увезти, их пришлось лопнуть. Было безумно жалко, потому что шары были очень-очень красивые, много сердечек и много шаров серебристых, разной необычной формы, ну и этот шарик один остался на памяти. Также в сам день рождения мы с Русланом поехали в магазин и сделали мне очень-очень здоровский подарок. Я хотела сумочку от Пинка, и она у меня появилась, я этому очень рада. У многих моих подружек есть такие сумки, я на них все любовалась, любовалась, и теперь у меня тоже такая появилась. Выбрать было очень сложно, но все-таки среди сумок Пинка мне больше нравятся сумки с нашивками, и вот такая красотка в пыльно-розовом цвете с серебряными украшениями и с надписью Love Me Tender. Она довольно-таки вместительная, и есть внутри кармашек на молнии. В общем, буду форсить, радоваться, и этот подарок действительно очень поднял мне настроение 20 декабря. Следующий подарочек пришел ко мне по почте, и, кстати, если вы не понимаете все-таки, почему у меня такой голос, я не очень подробно объяснила. Я очень много пела песен, потому что день рождения было в стиле 90-х, а там просто куча моих любимых песен, которые нельзя просто слушать и танцевать, их нужно реально петь, и я пела до утра. Я надеюсь, что скоро голос у меня вернется, и я смогу снова их петь уже на Новый год. Ну, а, собственно, этот подарок пришел чуть заранее по почте, как я уже сказала, но распаковала я его в сам день рождения. И это кукла фирмы Курн, Chinese Princess. С этим брендом кукол я не очень сильно знакома, но мой друг и по совместительству блогер Слава Игрушкин меня с ним знакомит, подарив мне вот эту куклу. Здесь также открытка с приятностями и пожеланиями. Вот такие всякие бумажки, уже относящиеся к кукле. Ну и, собственно, вот сама куколка. Мне понравилось, что она такая нежная, розовая, и я, как вы знаете, люблю очень розовый цвет, люблю пастельные тона, поэтому такая китайская принцесса мне очень даже понравилась. Слава, большое тебе спасибо за этот подарок. Действительно, мне как коллекционеру кукол было безумно приятно в свой праздник распаковать куклу, потому что те куклы, которые я сама для себя заказала на день рождения и Новый год, ко мне, к сожалению, не пришли. Какие-то проблемы с доставкой посылки, поэтому твоя кукла, можно сказать, их заменила и порадовала меня в этот день. Мой друг из Смоленска Миша Лац, к счастью, смог приехать на мой день рождения. Я его долго уговаривала, но в итоге подарок он мне вручил лично и был на моем празднике. Это Тамагочи и книжка о Тамагочи. Тамагочи это игрушка из моего детства, это то, на чем я выросла, с чем я неистово играла. И сейчас много где продаются китайские подделки, очень дешевые, которые ломаются, которые нормально не растут, как бы и здесь нужно выращивать маленького питомца, ухаживать за ним. А вот это как раз-таки олдскульный, настоящий Тамагочи из моего детства. В этой книге как раз-таки рассказано о различных вариантах Тамагочи, о том, какие они бывают, какие из них ценные, какие нет. Насколько мне известно, эту книгу составили фанаты Тамагочи, получилась настоящая энциклопедия Тамагочи и здорово получить было это все вот в таком комплекте. Спасибо Мишке, что заморочилась, заранее заказала эту игрушку, потому что сейчас все-таки это уже не так просто найти, такой артефакт. И после этого видео я уже наконец-таки его распакую и попробую поиграть. И обязательно буду делиться в Инстаграме впечатлениями о том, как я в него играю. Кстати, а вот так выглядит дешевый китайский Тамагочи. Он у меня был украшением на вечеринке, здесь очень много питомцев, кнопка перезагрузки с передней стороны, то есть в процессе игры можно ее задеть и все перезагрузить. А у нормального Тамагочи это кнопка с задней стороны. И здесь один конкретный питомец, пингвин Юки. Следующий подарок меня очень сильно порадовал, это Инстагс мини. Мне его подарила Настя Джонсон или Стейси Джонсон. Настя стилист, блогер. И она долго думала, что же мне подарить. В итоге она действительно попала в точку, потому что в моем детстве были как раз-таки полароиды. Это что-то вроде Инстагс мини, фотоаппарат, который делал моментальные снимки. Ну, а Инстагс мини это его современная версия. И я долго его не покупала, потому что мне казалось, что картриджи такие дорогие. Но сейчас я понимаю, что можно их использовать только на какие-то памятные события. Тот же день рождения, где мы были все такие яркие, такие красивые, мы наделали эти фотографии. Настя мне подарила блок картриджей, потом я еще докупила. И планирую именно в какие-то памятные дни фотографироваться на этот чудесный фотоаппарат. Он такой красивый, молочно-желтый. Но это еще не все подарки от Насти. Также здесь вот такой набор Bon Bon Victor Rolf. Это вот такой аромат. Туалетная вода, она в форме бантика и в очень удобной маленькой упаковке. Можно брать с собой. Аромат очень вкусный, сладенький. Я уже даже брала его с собой на день рождения. Коробочка здесь тоже с бантиком. И судя по надписи Bon Bon, я ожидала, что вот здесь какая-то конфетка. Но на самом деле здесь тоже миниатюра аромата. И вот такой маленький бантик с резиночкой. Также здесь есть три тюбика. И это лосьон для тела, гель для душа. В общем, средство с ароматом этого самого Bon Bon. Но и это еще не все. Также Настя мне подарила крем-клиник, увлажняющий крем. И мицеллярку от Lancome. Мицеллярка всегда в ходу, поэтому очень-очень полезные подарки. Спасибо тебе, Настя. И чуть не забыла упомянуть, что подарок мне Настя тоже подарила в сам день рождения, потому что она мне как раз помогала в этот день с образом для праздника. И на день рождения, уже на официальное празднование, в пятницу, она пришла с своим молодым человеком Женей. И она еще принесла подарочков. Это были вот такие конфетки Пец. А такие штучки были тоже у меня в детстве. В основном с героями утиных историй. И здесь у нас была Харли Квинн и Чудо-женщина. И после празднования я вот обнаружила пока что в пакетах только Харли Квинн. Чудо-женщину, возможно, кто-то унес с собой на сувенир. Я не знаю, может быть, я ее еще найду. Моя подруженка из института, Наташа, подарила мне вот такую большую красивую черную коробку, которую я неправильно держу. И здесь у нас написано Тьерри Мюглер. Скорее всего, я неправильно читаю. Но, собственно, суть в том, что здесь миниатюры аромата Эллен. Я думаю, многим из вас знаком такой аромат. Лично я где-то уже видела все это. И когда открыла, уже узнала. Здесь самые большие упаковочки. Это гель для душа и лосьон для тела. Все такое красивое, с золотыми вкраплениями. И также здесь миниатюрки аромата того самого Эллен. И здесь они в виде маленьких конфеток. Это так здорово. Вообще миниатюрки очень-очень удобно носить с собой. Поэтому, действительно, это хороший подарок. Еще такая миниатюрка. И в маленькой коробочке, которая тоже красиво переливается. Серебристая. Наташка, если смотришь это видео, большое спасибо. Действительно, мне очень-очень понравился твой подарок. Так как мой день рождения был в стиле 90-е. И 90-е это наше детство. То мне подарили вот такую открытку. Можно сказать, из детства. Она такая вот реально смешная немножко. Как будто из прошлого. Все эти розочки, разводы голубые. Таня, моя подруга, подобрала ее специально. Здесь такой стих и, собственно, добрые пожелания. И также Танюша подарила мне денежки. В общем-то, некоторая часть друзей подарили мне денежные подарки, которые я потрачу на себя. В свете предстоящей поездки куплю себе новую летнюю одежду. Так что, ребята, всем-всем большое спасибо за ваше вложение в мои обновочки. И также большое спасибо моей маме за подарки. И она мне подарила еще вот такую милую открытку с бабочкой объемной. И здесь очень-очень милый текст о том, что у моей любимой дочки, которая была моим маленьким чудом и стала моим большим счастьем. Люблю тебя, доченька, и больше всего хочу, чтобы ты была счастлива. Спасибо большое, мамочка. Подарочек от Леры Любарской вот в таком гороховом пакете. Здесь у нас подводка для глаз и тушь от Vivienne Sabo. Также здесь ободок вот с такими стразами. Подойдет мне для съемок видео, для каких-нибудь необычных образов под какую-нибудь куколку. И резинка, резинки точнее. Лера, большое спасибо за подарки и за то, что нашла в своем занятом блогерском предновогоднем графике время прийти на мой день рождения. Некоторые мои друзья дарили не просто конвертики с денечками, а конвертики с сертификатами в магазин. Я очень люблю такие подарки, потому что зачастую деньги мы в итоге потом тратим не на себя, на какие-то нужные вещи для дома или куда-то. А сертификат в магазин уже придется потратить на себя. И ребята, блогеры с канала MyPack, Вика и Денис, подарили мне вот в таком милейшем конверте сертификат в магазин H&M. Меня очень умилило то, что этот сертификат с поняшками, он очень красивый. Ребята почему-то не подписали свой подарок, и мне после дня рождения пришлось у некоторых уточнять, кто мне что подарил. Ну, я опознала подарочки, так что, ребята, большое-большое вам спасибо. В ближайшее время отправлюсь за покупками. И еще мои друзья Катя и Артем подарили мне сертификат в магазин Intimissimi. Так что скоро я закуплюсь с трусишками. Кстати, в Intimissimi есть купальники. Если да, то, пожалуй, я куплю себе еще новый купальник. Ну и, конечно же, порадую себя красивым нижним бельем. Это действительно настоящий девчачек. Классный подарок. Мои друзья, стюардесса Маша и пилот Андрей подарили мне колечко. Колечко, колечко кольцом. Так, мне лучше не петь сейчас. На самом деле, с этими ребятами мы учились в одном университете. Очень много друзей меня проводили вместе в студенческие годы. Я очень рада, что мы продолжаем общаться. И вы смогли прийти ко мне на день рождения. И подарили мне колечко. Это я буду воспринимать как предложение вечной дружбы. Спасибо большое, ребята. Это кольцо золотое с кристаллами Сваровски. Очень мне понравилось. Нежненькое, милое. Спасибо, ребята. Вот такое чудо-головастый мишка появился у меня. У него уже очень-очень много мишек, всяких плюшевых игрушек. Но такого головастика еще не было. Это мне подарила плюшевая Ксюша. Вместе со своим мужем. Очень прикольный, мягонький. Такой, знаете, как будто немножко стыдливый. Засмущался. И на подушку похож. Потому что головешка реально огромная и мягкая. Но это еще не все. Здесь еще вот такой пакет. Неподъемный пакет. И здесь Ксюшка плюшевая. Подарила мне не только плюшевого медведя, а кучу-кучу всякой косметики. Причем это уходовая косметика, не декоративная. Все от одной фирмы, Минесо. Я впервые такую фирму слышу. Если знаете о такой, пишите в комментариях. Здесь есть средства для очищения кожи. И всякие штучки, дрючки. И я не буду, наверное, сильно углубляться. Просто покажу вам все, что здесь есть. Короче, прям таки одарила так одарила. О, кстати, здесь еще браслеты валяются с вечеринки. Ю-ху, светящиеся браслеты. И цепь нового русского. Моя подруженька Алена подарила мне мышку. Это кукла Мауседес Кинг из Монстр Хай. И у меня уже есть одна Мауседес, это вторая. У меня есть из коллекции Буйорк. А это из Сета, и у нее не блестящая кожа. Я такой очень сильно хотела, потому что она мне больше нравится по скинтону и по своему стилю. Поэтому Аленка вспомнила то, о чем я говорила достаточно давно. И это очень здорово, когда друзья подмечают такие моментики. И в день рождения они тебя этим очень-очень удивляют и радуют. Алена, будучи мастером по волосам, перепрошила эту Мауседес. То есть у нее не заводские волосы, а безумно мягкие. Очень-очень красивые волосы от Алены. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени это уже кастом. Аленочка, большое спасибо. И да, я помню про твои другие подарки. В процессе дня рождения Алена мне отдала свое кольцо. Вообще я знаю, что это кольцо из ее детства, и что она его очень сильно любит. Но она реально сказала, забирай это тебе. Поэтому я это тоже воспринимаю как подарок. Кольцо это, ну, супер необычное. Ребята, оно меняет цвет. То есть, я не знаю, оно вроде бы от теплоты и холода, то есть от температуры изменяется. Но иногда мне кажется, что оно меняется просто по своему настроению или по моему настроению. Оно очень необычно меняется. Просто я сейчас на него смотрю, оно вот было желтым, оранжевым. А сейчас оно с одной стороны зеленое, с другой голубое. И, собственно, когда я буду на крупных планах снимать, это точно будут другие цвета. Поэтому здесь не угадаешь. Оно всегда разное. Это кольцо волшебное. И у меня такого в детстве не было. Такое было в детстве у Алены. И она поделилась со мной частичкой своего детства. Я буду беречь это колечко. И это снова еще не все. На мой день рождения Алена принесла вот такую анкету для друзей. Такие анкеты были очень популярны в моем детстве. Все одноклассники и друзья заполняли ее. Отвечали на одни и те же вопросы. Для того, чтобы это в будущем осталось на долгую-долгую память. И такую анкету заполняли друзья на моем дне рождения. К сожалению, я не объявила это очень так прям во всеуслышание. Поэтому заполнили от силы 4-5 человек. Но в любом случае это очень-очень приятно, что ребята сидели, заполняли. И у меня осталась такая память с праздника. Ален, спасибо большое за то, что ты подарила мне настолько душевные подарки. Ну, вроде бы это все подарки. Я, конечно, не буду показывать вам букеты цветов. Их было много. Я без преувеличения хочу сказать, что это был самый лучший день рождения в моей жизни. Все было так, как я хотела. Конечно, были какие-то маленькие недочеты, но это все не испортило праздник. И подписывайтесь на инстаграм, чтобы не пропускать мои сторис, где я делюсь с вами этими эмоциями. Потому что я очень много снимала. В ту ночь я хотела поделиться с вами тем, что у нас получилось. И если вы смотрели сторис, то пишите в комментариях, рассказывайте о ваших впечатлениях. И спасибо еще огромное всем, кто меня поздравил в мой день рождения. Я прочитала весь директ, я прочитала все комментарии под моей фотографией в инстаграме. И также в комментариях в ВКонтакте. Поэтому я вам безумно благодарна за все ваши добрые пожелания, за то, что вы у меня такие внимательные. И за ваши, кстати, видеоработы в инстаграме я все вас смотрела. И безумно-безумно вам благодарна за то, что вы у меня такие хорошие. И до встречи в новых видео. Счастливого вам Нового года. Точнее, с наступающим вас Новым годом. И всем пока-пока.